Музыка На этот раз нелегкая занесла нас не очень далеко. Ну, во-первых, погода. Собирался дождик. Во-вторых, свободное время было уже после обеда, потому что до обеда нужно было выступить на одесском телевидении и рассказать про музеи и библиотеки. Да и Осташка с утра совершал трудовой подвиг на работе. Поэтому выехали мы недалеко, а практически рядом. Погулять мы решили сегодня в районе Редхук. Это такой район в северо-западном Бруклине, который имеет неофициальное название Южный Бруклин, чисто для того, чтобы запутать. Редхук – это не красный крючок, а красная точка с голландского. Красная, потому что тут красная глина, а точка, потому что точка. Тут голландцы селились и работали на верфях. В 20 веке Редхук был самым загруженным грузовым портом в мире и самым большим районом бездомных. Трущобы называли Гувервиль в честь Герберта Гувера, который был президентом Соединенных Штатов во время начала депрессии. Тут проживали такие ребята, как Аль Капоне, и родился Джозеф Галла, более известный как Безумный Джо, из семьи Профачи, нам известный как мафиозная семья Коломбо. Короче, райончик еще тут. Потом в старых складах стали раздавать художникам площади под мастерские. Чуть позже тут решили построить Икею. Не могу сказать, что это как-то облагородило район, но люди постепенно перестали бояться сюда ездить на речном такси. По выходным, кстати, оно ходит бесплатно. А если вы хотите посидеть в аутентичном американском баре и почувствовать обстановку Америки не так давно прошедших времен, то вам именно сюда. Тут, кстати, на улочках можно встретить старые машины. И очень старые тоже. Вот этот грузовичок заинтересовал тем, что на его стекле регистрация этого года. Мы, честно говоря, порадовались оптимизму хозяина, который, видимо, собрался на нем куда-то ездить по этой булыжной мостовой. Кроме того, именно в Родхуке стоит один, совсем один, одинокий последний трамвай Нью-Йорка. Раньше их было четыре. Куда делось три, понятия не имею. Вот тут сработали недостатки карантина. По непонятной причине парк вокруг этого трамвая и вдоль побережья оказался закрытый. Почему и зачем, это большой секрет. Поэтому нам пришлось обойти по соседней улице, и мы таки нашли открытую калитку. Привела она нас в винарку. Не, ну согласитесь, а куда она могла нас привезти? Там тоже было закрыто для посидеть. Поэтому мы быстренько разыграли традиционную сценку. Дядя к нам приехал уханимой журналист, который мечтает просто осмотреть ваши достопримечательности. И нас повели в закрома. Если кратко, местное вино Лонгайленда они делают прямо в этой винарке. В нормальные времена вы можете прямо там его и продегустировать, и даже купить. Выдерживают они его по-настоящему, в бочках. Открою секрет. Мы там уже были в прошлом году до карантина и пробовали их вино. Что вам сказать? Это, конечно, не водка и даже не виски, но пить можно. Ну и интерьерчик такой, бутлигерский, без особых излишеств. Самая дорогая бутылка там стоит 50 долларов. Потом мы наткнулись на еще одну открытую дверь. Какое-то неочевидное помещение со скульптурой на почтовых ящиках. Чего ты только не увидишь в парадных. Или вот, к примеру, в окнах. Ах да, я уже говорил, что люблю заглядывать в чужие окна. В завершение мы залезли на огород. Это такая причуда есть у местных жителей многоэтажек. Они берут кусок земли, где-то в парке неподалеку от дома, делают на нем грядки и выращивают там помидоры, к примеру. Чем бы дитя не тешилось. А в принципе, несмотря на постоянные угрозы дождя, у нас тут уже фактически лето. Цветочки, бабочки. И то самое единственное место в Нью-Йорке, из которого вы можете увидеть статую свободы Анфас. Не забывайте подписаться на мой канал, потому что в этой стране есть еще на что посмотреть, а дома мне пока еще не сидится. И черт его знает, когда и куда меня занесет нелегкая в следующий раз. Не пропустите!